Выборы и референдум в Молдове имели результат сколь ожидаемый, столь и неожиданный. Шансы на победу президента Санду и ее курсы были крайне невелики. За последние годы страна не продемонстрировала особых успехов ни в одной из сфер внешней и внутренней политики. При этом Майя Санду все-таки вышла во второй тур, который между тем не обещает ей победы, по крайней мере легкой. Неожиданным стало то, что в ходе молдавского голосования оказалось почти провальным европейское давление с целью добиться нужных Брюсселю результатов. Во втором туре голосования именно агрессивная позиция ЕС и остается фактором, обеспечивающим непредсказуемость результата президентских выборов. Голосование на президентских выборах обеспечило 42% поддержки Майи Санду и 26% Александру Стояногло. Именно им предстоит теперь сразиться за победу во втором туре, который назначен на 3 ноября. Главной интригой стало, впрочем, голосование по поводу внесения в Конституцию пункта о вступлении Молдовы в Евросоюз как главной цели ее внешней и внутренней политики. Понятно, что перспективы членства в меньшей степени зависят от Кишинева и в большей от Брюсселя. Поэтому такой пункт в основном законе будет носить ритуальный характер, как строительство коммунизма в Советской Конституции. Проблема евроэнтузиастов была еще и в том, что против них агитировал самый убедительный пропагандист – экономика. Долгое время экономика страны ориентировалась на сотрудничество со странами евразийского пространства, что позволяло поддерживать жизнь недостаток очень многим гражданам. Но теперь мы видим, что на смену этой практики приходит политизированный курс на ЕС, который ничего не дает, но, тем не менее, серьезно подрывает и экономику, и социальную сферу страны. Смысл плебисцита состоял в том, чтобы мобилизовать проевропейский настроенный электорат, которому предстояло проголосовать за вступление в ЕС и одновременно за Санду. Однако вместо того, чтобы помочь действующему молдавскому президенту, референдум ей изрядно повредил. До самого последнего момента было неочевидно, что граждане ответят «да». Причем добивались этого от них всеми средствами, часто довольно некорректными. Например, ограничив в избирательном праве граждан, живущих в России. Там на полмиллиона молдаван было выделено лишь 10 тысяч бюллетеней, а проголосовать разрешили только на нескольких участках. Я хочу вызвать общественный резонанс у всего мирового сообщества, чтобы обратили внимание, какая большая несправедливость творится по отношению к молдаванам, проживающим в России. Но и этого оказалось мало. Наблюдатели отмечают удивительные скачки результата. 23 часам после подсчета половины голосов сообщалось, что против проголосовали 55% молдаван, принявших участие в референдуме. За только 44%. Уместно ожидать, что и далее соотношение сторонников и противников останется прежним. Но нет. Следующая половина голосующих внезапно оказалась массово проевропейской. Отставание сторонников евроинтеграции исчезло, и они выбились в лидеры. Правда, с ничтожным преимуществом. Менее процента. В адрес молдавского центра сберкома все громче звучат обвинения в манипуляциях, что не помешало объявлению официальных результатов. Сама Майя Санду заявляет, что ее победа, почти равная поражению, стала следствием вмешательства чужой злой воли. Преступные группировки, сотрудничающие с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну, используя десятки миллионов евро, ложь и пропаганду, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу нацию в ловушке неопределенности и нестабильности. ЕС выступил с заявлением аналогичного содержания. Там всю вину прямо возложили на Россию. Судя по всему, в ближайшие две недели на молдавский электорат будет оказано беспрецедентное давление с целью его мобилизации, антироссийской и проевропейской. Только это дает Санду призрачные шансы на успех. Ее противнику, стоя ногло, достанутся голоса всех проигравших кандидатов. Это делает победу Санду практически невозможной. При этом тот факт, что перемены Молдове нужны, понимают все. Мы надеемся, что дела пойдут лучше, как в экономическом, так и в социальном плане. Мы ждем возвращения в Молдову молодежи, уехавшей за границу, и надеемся на развитие сельской местности, деревень, которые сейчас приходят в запустение. Впрочем, смена президента не обещает Молдове смену курса. В политическом и экономическом отношении страна слишком зависима от Евросоюза. Молдова окружена государствами, которые диктуют ей агрессивно антироссийскую политику. Даже смягчить официальную риторику Кишиневу окажется очень непросто. Начинается уже информационная подготовка к тому, что в 3 ноября с точки зрения СПИ либо выигрывает Санду, либо коварная рука Москвы и Пекина, или еще кого-нибудь, Пхеньяна, например. А дальше уже либо давление на Центральную избирательную комиссию, на судебную ветвь власти, либо проведение новых выборов, как это было на Украине в ходе оранжевой революции, имеется в виду третий тур выборов, либо просто начало классической цветной революции, нацеленной на то, чтобы Санду так и остался на президентском кресле. Примечательно, что у обоих кандидатов, помимо Молдавского, есть еще и румынский паспорт. Это уже само по себе говорит о политике будущего президента очень многое. Олег Романов, Первый информационный.